Сегодня российские телеграм-каналы и некоторые СМИ, кто-то там из их экспертов, начали писать и говорить о том, что появился, мол, новый лидер для России, альтернативный Путину, кто его может в дальнейшем сместить или заменить. Речь идет о экс-губернаторе Хабаровского края, зовут его Сергей Фургал, которого сегодня приговорили к 22 годам тюрьмы за организацию нескольких заказных убийств. Ну, то есть Фургал, он все отрицает, он давно там конфликтует с властью центральной, в общем, там такая, ну, в общем, это российская такая внутренняя, давняя запутанная история, она не всем зрителям будет, особенно, да, нашим украинским зрителям интересно, но тем не менее. Интересно то, что вот сегодня они заговорили о том, что появляется некий там второй условный Навальный, которого сажают в тюрьму, и он там вот, ну, вот конкретно есть обозначенный оппозиционер к Путину. Не берем сейчас вообще даже его позицию по Украине, по войне, а именно вот внутренняя история. Как вы считаете, может такое быть или нет? Нет. В истории с Фургалом меня, наверное, удивило другое, да, то есть, ну, во-первых, конечно же, то есть, ну, он вот после чтения заключения он сказал судье, а вам не стыдно? Да, ну, это окей, это будет, это будет мемом, да, но, вот смотрите, вы помните эти все еженедельные демонстрации в Хабаровске в защиту Фургал? Да, они же были огромные и еженедельные. Да, да, да. Да, 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 вот они выходили на улицу, они протестовали, они были не согласны с тем, что вот так, да, да, так грубо был снят Москвой губернатор ими избранный, то есть мэр, 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 простите, да? Нет, он губернатор, экс-губернатор. А, губернатор, ими избранный. Но, а почему сейчас нету этих протестов? Тогда даже ветераны ВДВ, вы знаете, там, в России же есть некий миф ветеранов военно-воздушных сил, да, день десантника, да, когда они творят все, что хотят в любом городе, да, значит, вот десантник. Даже бывшие десантники вышли на демонстрацию против вот этого поведения Москвы в Хабаровске, а вот поведение Москвы в Украине их не волнует, да, вот их не волнует. Там они выходили на улицу, там они не боялись, там они шли, там они требовали, там, ну, были у них успехи или нет. Нет, это вопрос другой, потому что все равно Фургал получил 22 года, да, но они проявили себя как гражданская сила. Вот реальная гражданская сила. Я даже помню тогда обсуждение там везде, где угодно, и на телеграм-каналах, и вообще в чатах, да, вот обсуждение является и Хабаровск начало падения путинизма, да, вот-вот-вот, да, и потом волна пойдет с востока на запад, да, в сторону Москвы. Ничего этого не произошло. Более того, да, ни одного маломальски значимого протеста, скажем, в Хабаровске, где этот потенциал есть, и мы его видели, и мы его видели, вот никакого протеста против войны в Украине и убийства мирных украинцев, никаких протестов не было. Так что тут это о многом говорит, но я не думаю, что Фургал есть какой-то конкурент Путину, нет, 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 никаким образом. Путин пока, я думаю, у него же выборы в 24-м, да, то есть вместе с американским президентом, ну, я думаю, что там же не будет выборов, правильно, если он будет жив. Да, если он будет жив, да, если он будет жив, то не проблема. А вы что-то знаете? Нет. Ну, а что я могу знать? Я что, я ничего не могу. Нельзя так, нельзя так обнадеживать. Я уже в голове не располагалась. Ну, я его не, я не обнадеживаю, я просто говорю, что это же проблема, ну, понимаете, ну, Путин, 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 там эту систему надо ломать, понимаете, это больше, это больше, чем один человек. Конечно. И сегодняшний пилот, вот история с этим пилотом, это еще раз стотысячное доказательство. Да, 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 совершенно верно. Начну подбрасывать вопрос из чата. Вот вас, например, спрашивает Ник Никонов, когда, Савик, приедешь в Россию? Друзья, пишите ваши вопросы, мы сейчас самые интересные будем задавать. Ника, а почему я должен ехать в Россию? То есть я, в общем-то, не россиянин, и я работал в Москве. Кстати, я работал в Москве долго, с 91-го, считайте, после, меня пустили в Советский Союз после августовского Путча. То есть я первый раз приехал в Советский Союз 27-го декабря или 26-го, 27-го, то есть августа 91-го. Я работал, да, до 2000, потом меня выгнали из России, и я работаю сейчас, вот, ну, работал в Украине, в общем, продолжаю общаться только с украинцами, да, но, причем тут, когда я приеду в Россию, я не знаю, я не родился в России. Слушай, я думаю, вас сейчас там ждут с распростертыми, теплую камеру вам дадут какую-нибудь. А вот, да, вот я как-то опасаюсь, что она будет, а вот именно, опасаюсь, что она может быть не теплой, я вот не поеду в Россию пока, когда поменяется система. Как обстоят дела с его будущим фильмом, который он собирался снимать? Так. Вот, о каком фильме идет речь, потому что я с ремеси собирался и собираюсь снимать много, но должен признаться, пока не снял ни одного. Ну, то есть, то, что я снял в Индии, ну, в итоге, в общем, в Индии я просчитался. Были и наводнения были, и все вот мои храмы смыло, в общем, ну, неважно, я сейчас в детали не буду входить. Когда, ну, я не знаю, у меня сейчас немножко другие идеи, но, знаете, война, она же меняет всякие идеи мировоззренческие. Ну, что-нибудь через год, вот через год, не раньше. А о чем будет фильм, Савик? Вы знаете, я вот, я признаюсь, это, конечно, мне даже немножко, так, я опускаю глаза, мне даже немножко стыдно. Знаете, в последнее время я посмотрел немножко, вот так, ну, немножко, даже множко турецких исторических сериалов. И, в принципе, мне понравился, ну, окей, я сейчас не говорю про идеологию вообще. Я, вот, подход к истории, вот они, во-первых, они ее осовременили, во-вторых, они вошли в детали, и, во-вторых, там все время такая напряженность, с одной стороны, это как-то сказочно, а с другой стороны, это как бы, ну, чувствуешь, что это реально. И это главные моменты истории Турции, там, становление Османской империи, там, или Ататюрк, да, вот. И вот мне было бы очень интересно попытаться, это вот, я говорю попытаться, потому что это не попытаться найти в истории Украины вот такой период, который можно было бы рассказать, не знаю, там, в каких-нибудь 20 сериях художественного сериала. Вот, и, вот, понимаете, вот период, наверное, это что-то, вот, должно быть где-то в районе Хмельницкого, я имею в виду Богдана Хмельницкого, да, вот, руины вот этих вот периодов. Вот я вот как раз ищу историю, чтобы можно... Я думаю, Netflix с удовольствием взялся бы за производство. Я не знаю, знаете, трудные, а не трудные ребята в Netflix, у них такие жесткие все правила, но я надеюсь, да, я надеюсь. Ну, учитывая сейчас вес Украины и интерес к Украине, мне кажется, это прям подъемная тема. Не, это подъемная тема, но я, понимаете, мир вообще, то есть история Украины очень интересная, потому что через историю Украины переплетается огромное количество других историй, да, и, да, огромное движение людей, там, да, товаров, войн, ну, там все намешано, да, но Украина, как вот, ну, центр Европы, да, естественно, многое там происходило, много движений было всяких, это очень интересно. И европейцы, я должен сказать, очень мало знают историю, очень мало знают историю Украины, да, знают мало историю и Польши, между прочим, да, хотя поляки продуктивнее это делают. Так, вот. Идем дальше. Вопрос для Савика. Я понимаю, что Савик интеллектуал и тяжело поддается внешнему воздействию, но все же, хотелось бы знать, были ли попытки вербовки спецслужбами Савика? Отвечайте давайте, Савик. Значит так, была очень неуклюжая и даже очень смешная попытка, я бы даже не сказал вербовки, но как бы приглашение к сотрудничеству итальянских спецслужб, я вам объясню почему, да. Вот я начал ездить по всяким странам ислама, где были войны, там, Афганистан, Чад, там, вот, бывшая Югославия, ну, исламские части, Ливан, и человек, знаете, как это происходит? Это же происходит очень просто, как бы, ну, вообще. Просто человек, ну, это были, это были, это были, это были 90-е, или даже конец 80-х, просто звонит и говорит, я вот спокойно, да, я из такой организации, я бы хотел с вами встретиться. Ну, окей, все, мы встретились, и вот он говорит, такой, ну, моложавый, среднего роста такой, я чувствую, незаметный человек, вы бы его в толпе никогда не заметили, а он мне говорит, вот во Флоренции сейчас, насколько нам известно, появляются исламские военизированные ячейки, да, и нам надо, чтобы кто-то внедрился в ней, туда, и вы, как человек, который, в общем-то, ездили по этим всем странам, может быть, вас, ну, подумайте. Ну, я думаю, очень недолго, я вам скажу, очень недолго. Вы не внедрились, Аликс? Нет, я не внедрился, я сказал нет, потому что, ну, во-первых, я не знаю, удалось бы мне внедриться или нет, но вот у меня нет этого порыва, понимаете, вот, что-то такое секретное делать, да, вот такое, у меня нету вот этого вот порыва, я ему... Мы в тот момент, мы остались хорошими знакомыми, реально, да, то есть он, потом, когда я делал какие-то материалы, скажем, я делал, я же сначала начал работать во Флоренции, в Италии, я делал репортером, я делал всякие репортажи, я там делал, знаете, в какой-то момент был монстр Флоренции, да, который убивал парочки, которые занимаются любовью, вот, да, и... Что это? Ну, это монстр, это... Да, маньяк, да, маньяк, и Флоренция была вся в ужасе, и реальная паника в городе, особенно родители молодых ребят, ну, знаете, дома, ну, дома же не побудешь в интимной обстановке, потому что мама, папа там, да, а у людей еще собственных квартир не было, да, еще не было, ну, в Италии вообще люди уходят от мамы и папы достаточно поздно, да, и вот, и они, конечно, там встречаются, занимаются любовью к машинам, знаете, они отъезжают куда-нибудь там за город или на холм подымаются, да, а вот этот вот маньяк, он убивал вот именно, именно те парочки, которые занимаются любовью. Он какой-то был дефективный, да, обделенный? Слушайте, потом в итоге арестовали, арестовали двух пастухов, ну, одного особенно, да, пастухов из Сардинии, сказали, что он монстр, хотя у меня абсолютно, у меня убеждение, что это неправда, что это, он к этому не имеет отношения, что это вообще другая история, но неважно, я ее расследовал, и в этом расследовании этот человек, который меня хотел внедрить в революционные арабские ячейки, он мне помогал с этим расследованием, да, потому что, ну, у меня... Вы прямо там вот проводили такое детективное расследование про этого монстра, маньяка. Да, 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 я проводил. Вы не встречались с маньяком с этим? Нет, потому что мы пришли, то есть я пришел к выводу, что это не один человек, а это все же организация. А вы на живца не пытались работать? Ну, на живца, тут надо найти с кем. Да ладно, ну прям вот... Женщина же должна быть тоже достаточно отважной, чтобы на это пойти, ну, вы понимаете, да? То есть я себя-то я могу втащить, но потом... Там был один случай, значит, это парочка из Франции, и они поставили палатку у речушки, в общем, недалеко от Флоренции, там между холмами, вот, и они спали, и этому маньяку удалось убить женщину, а мужчина, он был легкоатлет, и он бегал на дистанции, по-моему, 400 и 800, или 400 или 800, и, в общем, и он смог убежать. Но это абсолютно, знаете, какая скорость у этого человека, да? То есть, значит, и тут у меня уже начались подозрения, что это не может быть один человек, да? И потом эти подозрения, вот как ни странно, они у меня реально очень сильно увеличились, потому что вот это... Ну, потому что они прекратились, они прекратились. Вот как-то, вот так, внезапно. То есть, то это было, ну, я не скажу каждую неделю, но каждые две недели кто-то погибал. Я вам говорю, во Флоренции была паника, была реальная, настоящая паника среди людей. Потому что, ну, особенно у тех, у которых молодые дети, да, там, ну, подростки, да, которые там могут развлекаться по-всякому, то у людей была просто паника. И вот когда у меня вот первые сомнения появились, что это один человек, в общем, я пришел к выводу, что это должно быть что-то вроде такой суперрелигиозной такой секты. Это не может быть один человек, потому что, ну, просто вот по всем убийствам, которые я расследовал, а вот этот человек из спецслужб, ну, который мне предлагал работу, он мне дал возможность посмотреть реальные дела, понимаете? Вот реальные следствия, следствия, кто никто не видел, да? И поэтому я знал, где тут та вещь находилась, там, там, как этот, скажем, француз бежал, траектория, как входил убийца в эту палатку, вот, да, или в других случаях, как он открывал машину, кого он убивал сначала, как он убивал женщину или мужчину. Вот все эти детали абсолютно я знал, все, потому что он мне их давал, да, и вот я пришел к выводу, я писал потом, и потом я подключил к этой статье коллегу моего очень такого, ну, он как бы, ну, скажем, психиатра, да, вот он, и мы с ним написали большую работу, ну, такую статью сильную вместе, да, анализируя, именно анализируя то, что это не может быть один человек, да, даже с точки зрения психологической, ну, в общем, далеко мы ушли. Очень интересно, переходим к новому вопросу. Дмитрий Ит спрашивает, вы, наверное, общались со всеми президентами Украины, кто вас удивил позитивно, а кто негативно и почему? Так, я вам скажу, общался ли я со всеми, да, я общался со всеми президентами Украины. Я вам могу сказать, кто для меня, кто меня реально впечатлил, ну, впечатлил в таком хорошем смысле, что я, ну, наверное, я бы сказал Виктор Ющенко. Я вот, я в нем чувствовал вот настоящего человека, который, ну, вот, может сейчас это говорить даже и неуместно, но, и может даже где-то кому-то смешно, но мне казалось, что он человек принципов, да, что вот, и даже когда он объявил... Он очень идейный, он всегда верил в то, что он говорил, вот он искренне, и руководил искренне, и говорил искренне, выступал. Да, ну, Кравчук нам всем нравился, да, особенно когда он уже не был президентом, и когда он уже был в оппозиции, вот он очень нравился, потому что он хорошо формулирует, но Кравчук все равно, Кравчук не оказался тем президентом, вот типа Бразаускаса, да, тоже из Компартии, тоже первый секретарь или второй секретарь, да, и вот его избрали президентом, и он реально ввел Литву в Европу и НАТО, или тот же Квасневский, в конце концов, да, он тоже ввел Польшу в НАТО и в Евросоюз, будучи коммунистом, ну, Компартия, официальный член, лидер, а Леонид Макарович Кравчук, вот, ну, он не смог этого сделать, ну, и времени у него было мало. Кучмовский период Украины мне вообще не нравится, вообще не нравится, я, правда, тогда работал в России и смотрел на Украину вот с этой московской стороны, мне вообще не нравилась покладистость Украины, мне вообще не нравилась, вот, да, там, самолеты продают, там, отдают, там, от ядерного оружия отказываются, не нравился мне Кучмовский период, реально нет, слишком пророссийский, слишком легко было для россиян завоевывать Украину в Кучмовские времена. Ну, я уже не говорю про Януковича. Вот, поэтому я бы из всех людей, вот, из всех президентов, которым, ну, я общался со всеми, вот для меня все равно Виктор Андреевич Ющенко, это человек, которого я, ну, который мне ближе всех, из всех президентов, я вот это, это я могу вот признаться просто. Искренность, да, он не шел по написанному с точки зрения пиара, или вот это сейчас понравится аудитории, это на выборах, хорошо сказать. В этом, кстати, вот интересно, да, он абсолютно, он абсолютно всегда делал то, вот из чего сам состоял. Вопрос, который интересует тут не только вот Люда Быкова, который его задает, а очень многих. Неужели так сложная и невыполнима спецоперация по устранению Путина? Ну, Леся, вы же беседовали с Юрием Швецом, в том числе на эту тему, и я думаю, что Юрий Швец, он в этом понимает и это чувствует лучше, чем я, но я могу сказать, что это очень сложная операция, потому что мы говорим о, все равно мы говорим о перевороте. Понимаете, все равно это переворот. Даже если люди такого же психического склада, те же придут, придут, придут в власти, скажем, Патрушев, ну, я не знаю, к примеру, я просто такие символические фамилии называю, там, Пригожин, Патрушев, знаете, вот партия войны, если они придут к власти, то ничего такого не изменится, но это государственный переворот, все равно убить президента, да, вот по-любому. Это очень непросто, это очень сложная организация. А все, кто там есть, вот, я говорю, я вот, вот эта картина Георгиевского зала, когда Путин объявил эти четыре области частью Российской Федерации, вот, когда ты на их лица смотришь, да, ты вот просто создаешь впечатление, они ничего не могут, понимаете, они зажравшиеся трусы, да, вот, и все, и, да, понимаете, и что они могут? А вообще, а вообще, ну, слушайте, они пытались в свое время отстранить Горбачева, но как-то у них очень смешно это получилось, правда? То есть, а чтобы по-серьезному убрать лидера, ну, это надо, чтобы были и смелые, и умные, и объединенные люди, но Россия сегодня таких людей не производит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok